Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Добрый день. На часах 13.07. Микрофон Владимир Сметанин. Наши слушатели, если вы следите за новостями, то вы, безусловно, знаете о том, что в начале этой недели в Верхней Палате Российского Парламента Советы Федерации прошли дни Кировской области. В анонсе этого мероприятия указывалось, что делегация из нашего региона собирается обсудить на площадке Софьеда самые различные вопросы – социальные, экономические, бюджетные, транспортные и так далее. Дни Кировской области, так скажем, в отчине Валентина Ивановна Матвиенко завершились. Кстати, Валентина Ивановна прекрасно выглядит, несмотря на свои почти уже, по-моему, 68 лет. Прекрасно выглядит. И с одним из делегатов от Кировской области я сегодня пообщаюсь. Это Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. Добрый день. Добрый день. Действительно, Валентина Ивановна, вот прям ах. Валентина Ивановна выглядит замечательно. Это правда. Рад всех поприветствовать. Здорово вернуться домой после четырех дней практически в Москве. Все радует. Родная земля радует. Не радует только снег на тротуарах, поскольку такое ощущение, что мы живем в двух разных странах. В Москве уже настоящая весна, плюс 10. А у нас на Вятке весны как-то незаметно. И тротуары в снегу, и газоны. Но, говорят, ворошат. Ворошат снег. Ворошат. Ворошат. Дирекция дорожного хозяйства отчитывается ежедневно перед главой администрации Кировской. Ворошим. На основных, не основных магистралях областного центра. Вот чтобы быстрее снег уходил. Ну вот. А теперь давайте о днях. Кировская область. Ну, конечно же, первый вопрос, Роман, что это за формат такой вообще дни Кировской области? Кто был инициатором? В чем суть и задачи? Формат очень интересный. В каком плане? Это не выставка достижения народного хозяйства, хотя, конечно, традиционно... Наши производители там присутствовали. Наши производители присутствовали. И буквально вчера несколько там сценок интересных было, когда водки наши вятской брали и по пять бутылок из звонили. Слушай, я тут водку купила из города Уржумска. Тебе взять. Уржумск. Уржумск, да. Была здорово показана продукция фудзавода, иных производителей. Действительно, людей это привлекало. Это лишний пиар для родственских товаров. Но это не самая важная часть. Она параллельно проходила, да, эта выставка? Да, параллельно. Продажи с заседаниями, с обсуждениями вопросов? Это отдельная программа. И вчера, как раз, на выставку приходила Валентина Ивановна Матвиенко. Она оценила традиционно уже вятские шубы. Сенаторы могли оценить вятских девушек, на которых эти вятские шубы были одеты. Модели непосредственно показывали. Да. Вот. Но и это все не основное. Основное это была работа в комитетах, работа депутатов, работа представителей вятских наших в Совете Федерации. Кстати, отдельное впечатление это очень глубокое уважение, которое к Олегу Александровичу Казаковцу, к Числаву Степану Тимченко, испытывают коллеги. Члены Совета Федерации, напомню, нашего региона. Да, это непоказное. Действительно, их, а, знают, б, уважают. Хотя есть там большое количество лиц федеральных, топовых, которые не сходят с экранов, но наши сенаторы узнаваемы и работают хорошо. Самое важное, что мы имели возможность на комитетах выступить с докладами, на основе которых будет потом сформировано, к 12 апреля будет сформировано постановление Совета Федерации, которое будет принято на пленарном заседании. Формулировка такая может быть чуть бюрократическая о государственном поддержке социально-экономического развития Кировской области. Но суть какая? То есть мы выявили ряд проблем по разным направлениям, которые важны и для Кировской области, и для других субъектов. Совет Федерации принимает постановление и рекомендует правительству России, ответственным ведомствам, министерствам совместно с местными властями, с региональными, с федеральными властями эти проблемы решать. Я когда читал эти новости, активно они публиковались, в том числе и на сайте нашего регионального правительства, просто возникла мысль о том, насколько вот это постановление, эти рекомендации Совета, они весомы для Кабинета министров. Они весомы, поскольку Совет Федерации все же это верхняя палата нашего парламента, раз. И вот эти строки сухие из постановления, это возможность, точнее не возможность, это обязанность фактически для наших региональных чиновников, вооружившись постановлением Совета, затем бегать и эти темы проталкивать дальше. То есть это основа, серьезная основа, но затем ее надо продвигать по столичным кабинетам, чтобы были выделены средства, чтобы были реализованы те направления, там, законно-творческой работы, которые здесь написаны. Но без этой основы будет очень сложно. Вот поверьте, там, я сейчас как законодатель регионального уровня, я понимаю, насколько тяжело, практически невозможно прокачать региональную законодательную инициативу в Государственной Думе. То есть право такое... Несмотря на то, что постоянно как-то это как козырь используется, да, вот у нас есть законодатель инициатива, и мы можем ее использовать. Она очень сложно реализуется, очень сложно, очень сложно. Это надо, представляете, объединить немалое количество субъектов в едином порыве для того, чтобы эту инициативу так вот ярким маяком высветить для депутатов государственной Один субъект не услышит, не заметит. Маловероятно. Маловероятно, да. И вот возможность выступить в верхней палате парламента перед сенаторами, заручить сенаторской поддержкой, а затем с этой поддержкой двигаться и решать проблемы, это очень здорово, это дорогого стоит. Мы пальцы крестиком держим и ждем итогового текста постановления, который будет принят 12 числа, потому что, разумеется, могут быть корректировки, они были по ходу. То есть какие-то моменты сенаторы, ну, по каким-то моментам делались замечания, они просили уточнений у нас, у наших коллег. Какие-то моменты проходили на ура и без возражений, более того, вызывали даже, скажем так, очень глубокую поддержку эмоциональную. То есть это буквально первый день, понедельник, комитет по бюджету и финансовым рынкам, где Владимир Гаврилович Бакин, мудрейший, как мы его называем, старейший депутат ЗАГС Собрания, выступал и рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются региональные бюджеты субъектов Российской Федерации, например, Кировской области, конечно. То есть проблема главная в том, что объем федеральной поддержки региону нашему, в частности, он, конечно, существенен и велик, у нас субъект дотационный, но не сравним с теми обязательствами, не обеспеченными, которые федерация на этот наш регион перекладывают. Поддержка это не бюджетные кредиты? Или в том числе? Это не бюджетные кредиты, да. Речь идет о, скажем так, прямых выливаниях и о том, что необходимо пересматривать методики, что регионы в очень тяжелой ситуации находятся с реализацией этих необеспеченных полномочий. И вы знаете, когда Бакин выступил, сенаторы один за одним просто на эмоциях начали говорить. Они же представляют землю, грубо говоря, субъект федерации, там говорил сенатор от КОМИ, от других регионов. По два представителя от каждого субъекта. И они начали говорить, слушайте, это реально проблема, которую надо поднимать. Даже завязалась полемика с представителями Минфина, главная позиция которой была в том, что, ребята, вы там у себя вначале разберитесь в своих расходных статьях, в социальных обязательствах, в иных вещах. И потом вот с вами поговорим. Мы сидели с Дмитрием Александровичем Курдюмом, в этот момент мы просто так вот обменивались репликами, поскольку, слушайте, ну, это было такое желание уважаемой представительницы Минфина на месяц в Лузский район пожить, там отправить. Но вы не озвучили это предложение, да? Мы не озвучили, мы очень корректно все это проговаривали. И надеемся, что мы будем услышаны, потому что это точно вызвало поддержку и резонанс со стороны других сенаторов. То есть наши голоса были услышаны. Я так и не понял, кто все-таки инициатор-то этих дней встречи? Это какое-то взаимное движение или все-таки приглашение непосредственно из Софьеда? Потому что для него это такая практика. Это параллельный процесс. То есть это практика и регионалов, и Совета Федерации. Когда мы были в Москве, в частности, с нами на некоторых мероприятиях были представители других регионов, которые готовятся только к проведению этих дней. А, они смотрят, как это организуется. Но все выносят свои проблемы, которые отличаются, изучают практику прохождения других дней. Поэтому формат традиционный, но его можно было бы не делать. Но, ребят, это, знаете, как в сказке про лягушку. Если лапками молоко не взбивать, то ты не выберешься из этого кувшина. У тебя не будет твердой почвы под ногами, чтобы выпрыгнуть. Так и здесь. Мы старались использовать любую возможность, чтобы наши проблемы донести. Но, смотрите, мы же говорили не только о проблемах. Мы говорили о том, что вот это выступление о том, что в регионе реально есть проблемы с финансированием обязательств, оно сопровождалось вторым выступлением главы нашего Минсоцразвития по реализации практики по ПМИ. Ребята, смотрите, да, у нас с бюджетом очень трудно, но мы выдумываем хитрые штуки для того, чтобы привлечь деньги в небюджетные, деньги предпринимателей, деньги граждан, деньги муниципалитета в реализацию проектов местных инициатив. И вот это выступление тоже вызвало большое обсуждение. Потом подходили некоторые сенаторы и даже спрашивали, слушайте, а неужели у вас люди деньги несут? Мы на квартирном доме собрание провести не можем, шлагбаум установить, 50% набрать. Как у вас это происходит? А ведь правда у нас это происходит. Количество реализованных проектов по ППМИ... С 2010 года, напомню, да. ...три с лишним тысячи проектов. И вот так получается, что людям сложнее даже решить проблемы своего дома, чем собрать деньги на дорогу в деревню, на установку освещения, на монтаж детской площадки. Это здорово, и мы как раз этот опыт предложили другим регионам использовать, когда в непростой бюджетной ситуации изыскиваются дополнительные ресурсы, и масштабировать его на другие субъекты. Надеемся, что как раз это предложение по обмену опытом по реализации проекта местных инициатив, между Кировской области и другими субъектами, оно войдет в итоговое постановление. Потому что это очень важно, это то, чем мы можем похвастаться, наверное. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Я напомню, что беседую с Романом Титовым, вице-спикером Законодательного собрания Кировской области. Через минуту продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Продолжается наша программа. Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. Сегодня в нашей студии Роман поучаствовал в днях Кировской области, которые накануне завершились в Совете Федерации Российской Федерации. Кировская область действительно обладает серьезным промышленным и аграрным потенциалом, природными ресурсами, но главное богатство региона – это, конечно же, люди, мастеровитые, смекалистые, хваткие, как говорят, навятки. Это я процитировал сказанное Валентин Иванович Матвиенко на закрытии этого мероприятия. Итак, дальше пройдемся по тем еще темам, которые обсуждались. Их там было, конечно же, очень много. Я не на всех был, честно признаю. Не удалось просто физически на всех побывать, и некоторые вопросы мы все-таки сегодня не успеем затронуть. Итак, экология, да, тоже вопросы обсуждались. Или это рука уже площадка была? У меня, знаете, там вопросы экологии – это была сквозная история все дни практически. Потому что с понедельника в Москве параллельно проходил ежегодный форум «Экология». Раньше он проводился в Питере. В этом году он существенно расширил свой формат, поскольку раньше он был в основном посвящен проблемам северо-запада российского, экологическим. В этом году в честь Дня экологии состоялся огромный форум по экологии. Вел Валуев Николай Сергеевич, зампоседатель профильного комитета Госдумы. И на этой площадке мы обсуждали там вопросы от проблем с ТБО до сохранения многообразия животного мира. И была, вот не могу все равно, пусть это не относится к Дням Кировской области, не упомянуть. Там важная история. То есть на базе этого форума сформирован общественный совет, куда вошли в том числе представители Кировской области. Это постоянно действующий орган, который дает возможность тоже собирать с мест от экспертов, от членов общественного совета, от общественных палат информацию для корректировки государственной экологической политики. Но проблемы экологии у нас обсуждались и на площадке Совета Федерации. Ну, в частности, вот проект создания государственного природного заказника федерального значения «Атарская лука». Да, и это очень важная история для Кировской области. Почему? Потому что как-то так получилось, что процент особо охраняемых природных территорий на территории Кировской области существенно меньше, чем в большинстве субъектов Российской Федерации. То есть в некоторых этот процент доходит до 50. В Кировской области 3% территории являются особо охраняемыми природными территориями. Что в итоге? Что мы от этого не получаем или получаем? Это значит, что вся территория Кировской области, 97%, находится в режиме хозяйственной эксплуатации, грубо говоря. Несмотря на то, что у нас уникальные виды есть заповедные, есть совершенно уникальные экологические природные комплексы, где особенности флоры, фауны сочетаются уникальным образом, но они никак не охраняются. Они уничтожаются в процессе повседневной деятельности человека, грубо говоря. Мы привыкли, не замечаем зачастую. Да, и вот это место, Атарская Лука, уже копья вокруг него ломаются долгие годы. И в силу целого ряда причин эта история, вот знаете, она там ходит по кругу. То местные жители против, поскольку если там будет введен режим особой охраны, им будет сложно заниматься привычными видами деятельности. А там находятся такие уникальные рыбацко-браконьерские места, скажем так, в бассейне реки Вятки. Да, в общем, вводятся и есть желание. Есть ограничения федеральные определенные, и поэтому вопрос как раз по созданию особо охраняемой природной территории Атарской Лука уже и был вынесен на Совет Федерации. Потому что здесь нужен очень сильный федеральный арбитр, который поможет все эти узлы разрубить и положить начало созданию еще одной охраняемой территории. Я там был, честно говоря, и в Атарах. Там уникально, там совершенно потрясающая река, там обитают огромное количество видов рыб, но это все химически истребляется. Браконьеры на уазиках в лес с территории Лебяжского района, Советского района, они прям там вечерами всасываются просто вот в эти угодья, и, разумеется, там все это приводит к химическому истреблению видов. Вот надеюсь, мы будем услышаны, надеюсь, все же в ближайшие годы там будет особо охраняемая территория сформирована. В общем, есть надежда, что по Атарской, то есть Луке, в окончательный вариант поставления Совета Федерации какие-то предложения попадут. Очень надеемся, да. Звучала история также с необходимостью выделения федеральных средств на, скажем так, на рекультивацию объектов, накопленного экологического ущерба. Ну, это такое вот казенное слово. На самом деле мы знаем, что давным-давно на территории города Кирово-Чепецка, который тогда был там еще в село Мусь-Чепецке, были опасные производства, которые не имеют никакого отношения к сегодняшним, к производству удобрений, к производству фторполимеров. И остатки этих опасных оборонных производств, отходы, они до сих пор хранятся в непосредственной близости от бассейна реки Вятк. И нужны огромные федеральные средства для того, чтобы провести рекультивацию этих территорий. Программа федеральная есть соответствующая? Мы как раз и просим... Федеральную программу создать, да? Да. То есть вообще возникло, там было в прошлом году сформировано понятие, объект накопленного экологического ущерба, сформирована федеральная программа. И мы не могли не отзвучить этот вопрос для того, чтобы попытаться включить. Посмотрим, удастся ли, получится ли. Потому что одними средствами региона эту проблему не решить. Но еще раз упомяну, там есть горячие головы, которые говорят, ну вот там комбинат, то все, пятое, сятое. Вот эти хранилища и эти отходы не имеют никакого отношения к деятельности химкомбината. Горячие головы в смысле, которые заявляют, что пусть этим предприятием занимаются. Да, это не имеет никакого отношения к предприятию. Вот это я не могу ни уточнить, ни обратить на это внимание. Потому что порой ситуация начинает подаваться совершенно неправильным образом. Это оборонка чистая, то, что там хранится. Перед тем, как перейдем к следующему, которую там обсуждались в рамках Дни Кировской области. Вот какова, Роман, личная оценка компетентности, заинтересованности людей, с которыми удалось пообщаться? Их интересы к нашему региону? Вы знаете, мы общались и в формате комитетов, и до комитетов встречались с руководителями этих самых комитетов. Прежде чем выносить вопросы на обсуждение широкого круга, мы пытались узким кругом найти решение. Честно говоря, люди очень компетентные. Действительно, это промышленники, это аграрии, которые многие годы работали и в реальном секторе, и в руководстве агропромышленным комплексом очень успешных регионов, к примеру, если говорить о профильном комитете. Многие сенаторы как-то по-особому относятся к Кировской области. Я думаю, опять же, это заслуга наших кировских сенаторов. Ну, кстати, стоит вспомнить, что ведь в Рио исполняющий обязанности губернатор, он работал в Совете Федерации. Да, его там помнят. Помнят? Помнят, да. Я сам слышал разговоры о том, что вот наш человек. И действительно, Игорь Владимирович Васильев, когда вот он приходил на встречу, он упоминал, что многих из вас я знаю лично, поскольку сам в Сенате работал. А на одной из встреч были еще представители счетной палаты, где он также работал аудитором. Кстати, если уж возвращаться к теме счетной палаты, то вот выводы Владимира Гавриловича Бакина, которые он в своем докладе делал, представители федеральной счетной палаты, они в значительной мере подтвердили, укрепив нашу позицию, что немаловажно, кстати. И здесь, я думаю, тоже заслуга Игоря Владимировича, поскольку там это орган, в котором он проработал долгое время, и видно было, что коллеги к нему неравнодушно относятся. Поэтому уровень компетенции у сенаторов, конечно, очень высокий. Для меня, для самого это было в какой-то мере открытие. Я побывал, посмотрел на заседания комитетов, на пленарке побывал. И, честно говоря, даже порой это интереснее, чем заседание Государственной Думы. То есть огромное... Это отличается, минимум. Это очень серьезная живая дискуссия, которая идет. И очень важно, что звучат именно позиции регионов. То есть выходят сенаторы. Там, к примеру, было выступление, скажем так, руководителей министерств, которые курируют лесную отрасль. Сенаторы забрасывали просто вопросами по региональной повестке конкретно. И уровень компетенции действительно очень высок. Хотя, вот сами давайте посмотрим, на региональном уровне сенаторам уделяется почему-то очень мало времени. Очень мало внимания. Есть определенный промежуток времени, когда они приезжают в свой регион, встречаются, работают, присутствуют на пленарных заседаниях. Ну, я видел, как они бьются за территорию. Это здорово. То есть там они прям настоящие борцы и воины в отстаивании интересов своего региона. Мы продолжим через минуту. Буквально это Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. Скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Дни Кировской области прошли в Совете Федерации. И участник этого мероприятия Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области, сегодня в нашей студии. Делегация, кстати, ведь большая была. И руководители непосредственно правительства, и члены правительства, и председатель Законодательного собрания Владимир Быков. Да, и депутаты Законодательного собрания немало было. Кто-то приезжал, кто-то выезжал. Вы оба ведь со вторым вице-спикером Гончаровым были. Да, и были руководители ряда комитетов. От правительства было достаточно много людей. Были предприниматели. И Курагин был, Мамаев директор, генеральный директор Лепси, Гозман Константин Маркович, то есть Лепатников Николай Михайлович. То есть делегация была очень большая, очень представительная. И все ехали пусть и со своими темами, но главная тема – это привлечь максимальное внимание Кировской области. Ну, все успели сказать то, что хотели. Вот, к сожалению, из-за плотного очень графика не удалось выступить с докладом, но надеемся, что останется это все в постановлении. Не удалось сделать доклад на профильном комитете по предложениям, по борьбе с борщевиком. Это наше предложение. Наконец-то это вышло выше, чем региональный уровень. Мы долго об этом уже говорим. Мы просто... Сенаторы знают, что такое борщевик? Слушайте, они не просто знают. Тема по борщевику, когда на Кулуаре она обсуждалась, она вызвала немеренный резонанс. То есть очевидно, что эту проблему нельзя решить в масштабах одного региона, потому что будет пересев, распространение семян. И даже если мы в одной Кировской области борщевик успешно победим, он вернется обратно. Он, как известно, удивительно живучий, удивительно плодовиц. Да. То есть, по-моему, 300 тысяч семян в год производит борщевик. И поэтому мы, не раз поднимая этот вопрос на ЗАГС-собрание, я его поднимал, этот вопрос мы с коллегами поднимали в Народном фронте еще. Напомните, в чем суть-то предложения? Наше предложение в том, что она должна быть с учетом опасности борщевика для фактически всего российского северо-запада. Мы говорим о необходимости разработать национальную программу, скажем так, федеральную программу по борьбе с борщевиком, выявить места его произрастания с помощью средств космической съемки, то есть локализацию определить, разработать порядок финансирования мероприятий по его уничтожению химическими, физическими, и синхронизировать деятельность разных субъектов, потому что это надо делать одновременно, иначе, когда одни борются, а другие не борются, то, знаете, закон сообщающих сосудов, то есть хлынет туда, где его истребили, и снова все прорастет. Поэтому очень-очень надеемся, что наши предложения останутся и будут поддержаны сенаторами. Но в кулуарах поддерживали люди, говорили, наконец-то кто-то эту проблему, вот как вы сказали, поднят, вынес на федеральный уровень. А необходимо еще определить статус борщевика для того, чтобы с ним можно было и нужно было бороться. То есть сейчас его хотя бы убрали в прошлом году из списка сельхозхозяйственных растений, это же беда была, с ним же бороться-то никак нельзя, в силу того, что статус сельхозрастения, как, знаете, пшеницу вырубать там. Сейчас этого статуса лишили, новым еще не наделили. В общем, целый ряд проблем, и мы, вот это наша тема, тема ЗАГС-собрания, которую мы вынесли, одна из которых, которую мы вынесли на федеральный уровень. Слушайте, я где-то читал, что сообщества, организации, ассоциации пчелаудов как-то не согласны с тем, чтобы активно уничтожать борщевик, потому что это бедонос. Я думаю, представителям этой уважаемой ассоциации лучше поговорить с людьми, которые вот только после ожогов в больницу приходят. Пчелы, это, конечно, замечательно, но, боюсь, это неправильные пчелы, они дают неправильный мед. То есть люди не должны страдать от этого борщевика только из-за того, что кому-то это, вот видите ли, он очень важен и нужен. Это опаснейшее растение, которое у нас селекционировали, развели, и которое сейчас просто делает непригодными слихоземли. Эффект оно дало не тот, там, извините, молоко горькое получалось. То есть собирались-то его выращивать для того, чтобы скотину кормить. В виде селоз. В итоге накормили. Так, продолжаем дальше. О лесе хочется еще поговорить. Тема леса, наведение порядка в лесе тоже поднималась в рамках дней Кировской области. И вот как было сообщено, по итогам дней есть предложение опять-таки на федеральный уровень выйти и включить в федеральное законодательство пункт о недобросовестных пользователях леса, о том, чтобы они в дальнейшем все, не могли заниматься этим делом. Речь идет о том, чтобы сделать невозможным доступ к лесному ресурсу путем аукционов, иных способов, организациям, физическим и юридическим лицам, которые нарушали законодательство в сфере лесопользования, у которых есть неоплаченные налоги, которые системно и серьезно нарушают экологическое законодательство. То есть, к сожалению, такого права сейчас нет. Поэтому лесопользователи недобросовестно, они могут снова зайти на аукционы, снова взять себе делянки, снова натворить дел и, знаете, как с гуся вода. Вот как раз позиция и нашей региональных властей в том, чтобы этого права, право беспрепятственного доступа к лесному ресурсу, жуликов лесных, просто лишить. И, опять же, это предложение было сенаторами достаточно хорошо воспринято, потому что логика в этом есть. Нарушил, не имеешь права заходить. Вот у нас, смотрите, к примеру, недобросовестных пользователей недр, ну, те, кто незаконной добычей песка занимается, да? Например, да. Их лишают лицензии просто. И все, они больше не имеют права заниматься этой деятельностью. А недобросовестных лесников, мы с ними делать ничего не можем, только там штраф наложить, а дальше он снова идет, и снова там у него люди в черное работают, налоги он не платит. То есть посчитано, что при рачительном лесопользовании вот тот объем леса, который у нас в Кировской области добывается нелегально, если бы его вывести в легальный оборот, это дополнительно порядка, по-моему, до 4 миллиардов рублей в бюджет ежегодно. То есть сумма гигантская, это одна десятая часть бюджета, которая болтается в теневом секторе. И вот отсекая жуликов, мы даем возможность кому-то из них, возможно, там, изменить свой взгляд на жизнь и стать легальным лесопользованием, не нарушать законодательство и платить налоги, и платить деньги в бюджет. То есть задача-то не закошмарить, а поставить, грубо говоря, выбор. Либо ты работаешь в тени, напеняешь сам на себя, ты теряешь этот рынок, либо ты уходишь в белую. Но тут, наверное, важно, а если, конечно, есть такая ситуация, не выплеснуть, что называется, ребенка с водой, не всех, наверное, надо считать жуликами, как-то присматриваться к каждому внимательно. Нет, нет, речь-то как раз идет о недобросовестных лесопользовках, недобросовестных налогоплательщиках, недобросовестных предприятиях и организациях, которых, конечно, меньшинство, но которые наносят огромный ущерб бюджету региональному. Ну, я цифру сказал прогнозную, и она, честно говоря, страшная. Вот по лесу. То есть, представляете, это социальное обязательство, которое мог бы дополнительно взять на себя бюджет. Это погашение долгов, которые накопились перед банками. То есть 4 миллиарда в год. За 5 лет 20 миллиардов половина годового бюджета. Вот это объем теневого рынка. Доклад о проекте поддержки местных инициатив. Выступление Владимира Гавриловича Бакина. Что еще вот такой яркий, очень мощный резонанс вызвало? Говорили про проблемы дорожного строительства, про путепровод, дополнительные средства необходимые. Про... Обратили внимание на проблему Кировского цирка. Потому что мы знаем все, кто бывал... А я побывал там недавно впервые, первый раз за 25 лет, и понял, что за 25 лет там в плюс не изменилось ничего. Атмосфера, да. Да, а все разваливать на самом деле нужно. Кстати, мы ведь в последнее время каждый год практически слышим о том, что вот-вот должны быть выделены деньги. Но это, смотрите, что важно. Это не объект подвенцами региона. Это федеральные государственные учреждения. Минкульт. А, Росгосцирк. Росгосцирк, простите. И, соответственно, Росгосцирк доходы получает с нашего Кировского цирка. Но средств не вкладывает. Более 300 миллионов рублей необходимо на реконструкцию цирка. Я думаю, что эта цифра уже подросла. Точно скажу, 338 миллионов рублей. Вопрос в том, что если этого не сделать сейчас, сумма будет действительно расти. Потому что идет устаревание конструкции ветшая. Ветшает здание. Построили цирк, дай бог памяти, по-моему, в начале 70-х годов. Да, 70-е это были. И с того момента, вот я из детства помню эти кресла. Вот они там же стоят. Ничего не изменилось. Это, пожалуй, самый запущенный объект социально-культурного значения у нас в городе. Потому что хоть как-то дома культуры реконструировались. Так, что еще говорили? Говорили о... Ну, о праздновании, например, 650-летия города. Говорили о том, чтобы деньги дополнительные выделить. На реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры. Потому что мы знаем, что сети в городе изношены. А это такая хорошая практика. Регионам к определенным праздничным датам есть возможность получить сверхлимитные средства из федерального бюджета. Вот в Мариел в свое время на такие средства построили театр оперы и балета. Свежие 3 миллиарда рублей, по-моему, был на него потрачен. Где вроде как трудоустроен Басков? Не знаю, честно говоря. И поэтому мы говорим о том, что у нас есть необходимость вложения в инфраструктуру городскую, необходимость реконструкции театра драматического, необходимость реализации целого ряда иных мероприятий в рамках подготовки. Пусть 650 лет еще не скоро, в 2024 году. Но мы же понимаем, что вот такие масштабные вещи, как реконструкция сетей городских, их надо начинать проектировать уже сегодня. Потому что меняются сети, меняются дорожные покрытия, должны увязываться, чтобы, грубо говоря, меняя одну часть инфраструктуры, мы другую меняли параллельно. Это то, о чем наши общественные контролеры за дорожным покрытием в том числе говорят. Поэтому все надо делать сильно заранее. И дай бог, все наши региональные хотелки получатся. А наш опыт региональный. В части сельского хозяйства нашим успехом по молочке удивляются коллеги из других регионов. В части по ПМИ тоже. И других вещей. Надеемся, что наш опыт будет востребован и услышан и нужен. Пару минут. Хочу все-таки вернуться к тому итоговому постановлению Совета Федерации, который будет направлен в правительство страны 12 апреля. он должен появиться. Уже сенаторы не будут консультироваться с нами в подготовке? Нет, рабочие процессы они будут, конечно, идти. То есть это такой параллельный процесс. То есть они будут консультироваться с ведомствами, с регионами. Конечно, там согласования будут проводиться. Я точную модель не знаю, но точно знаю, что регион в этот процесс вовлечен. Будет так же, как вовлечены федералы. Поскольку есть профильные министерства, и с ними определенные моменты надо согласовывать. Это закрытый некий документ, или все-таки он появится? Нет, он, конечно, в общем доступе. Он будет в общем доступе. Но это же итоги, получается, все-таки, да, вот этих дней Кировской области? Да, конечно, документ будет опубликован в общем доступе. То, чего удалось добиться. То есть прогнозно он будет обсуждаться на заседании Совета 12 апреля, в День космонавтики. Ну, пока вот по состоянию на сегодня. Если какие-то будут изменения, буду в курсе держать. Сам очень хочу увидеть итоговый текст. Валентину Ивановну пригласили в гости? Конечно. Пригласили? Конечно, и более того, меня удивило, она когда по выставке ходила, она вятку хорошо знает. То есть видно было, что это не заготовка, что это экспромт. И хорошо, что мы такие заметные, что ли. Приятно. Может быть, она приехала зимой, например, посмотрела. Мы же все помним ее замечательное слово сосули, да, когда она в Санкт-Петербурге боролась активно с этой проблемой. Может быть, нам что-нибудь подсказывала. Я думаю, что нам надо самим с сосулями научиться бороться, чтобы потом не стыдно было Валентину Ивановну пригласить. И провести по улицам нашего, надеюсь, будущем чистого и красивого города. Завершаем на этом наш разговор. Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. До новых встреч, всего доброго. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!